Водолей, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц, что вас ожидает. И первая карта для вас, это карта Паш Пентакли. Паш Пентакли показывает, что вам нужно будет, знаете, в начале месяца обучение какое-то пройти. Или на данный момент вы решаете, что вы хотите поступить, какое-то, знаете, обучение пройти. Но всё-таки вы сидите на месте. Вы здесь как больше думаете, больше вы хотите, но никакие вы стоите на месте. Но здесь вот именно уже начало месяца ноября, для вас, мои дорогие Водолей, уже пора сделать этот шаг, а не стоять на месте. Потому что вы можете потерять вот то, что вы никакие движения вперёд не делаете. Следующая карта на начало месяца, это карта Двойка Кубка. А Двойка Кубка здесь почему? Здесь, знаете, вы должны поверить внутреннее ваше состояние. Почему? Здесь ещё говорится, что начало месяца, знаете, у вас есть гармония, у вас есть спокойствие. Вы доверяете ваше внутреннее состояние. Вы слышите, знаете, ваш именно зов души, то, что вам говорит. И вы, пора уже в начале месяца сделать уже это движение вперёд. Вот. Следующая карта, мои дорогие, для вас на начало месяца Водолей, это шестёрка Пентакли. В начале месяца, может быть, нужно будет какой-то помощь, или вы будете обращаться, чтобы вам помогли. Здесь может ещё будет, для некоторых Водолей, здесь может быть какие-то финансы касаться. Это, знаете, то, что вы можете решить какой-то, знаете, кредит брать. Здесь тоже есть такое, это самое. Но самое главное то, что я могу сказать в начале месяца, высшие силы дают вам эту руку помощь. Они вас поддерживают. Следующая карта на середине месяца для вас, мои дорогие Водолей, это Пятёрка Мечей. А Пятёрка Мечей, что у вас? Почему вам, может быть, понадобится какой-то, даже вам, какой-то помощь, и не то, что вы кому-то помочь? Потому что вы стоите на страже порядка. Вы чего-то боитесь. Вы стоите в страхе. Вы как будто тянете какую-то вашу прошлую проблему, прошлое состояние, и вы думаете, что это может повториться. И вы можете опять вот кому-то, вот то, что в начале, вот просить помощь, вот руку помощь, то, что вам нужна будет эта помощь. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие Водолей, для вас, Туз Жезла. Но Туз Жезлой говорится, не нужно бояться. Потому что, да, может быть, были люди, которые не хотели всё хорошее в вашей жизни, но они, у них не получились. Почему? Потому что здесь, благодаря вашей этой стремлении, благодаря именно вашей этой стерео, что вы двигаетесь вперёд, то, что вы не боитесь, то, что вы хотите продвижения вперёд, то, что вы должны бороться за что-то ваше, даже если это касается работы, даже если это касается отношений, здесь нужно вот в середине вот именно не тянуть вот это прошлое, а брать Жезл в ваших руках и идти вперёд. Следующая карта, мои дорогие Водолей на середине месяца, это шестёрка Жезла. А шестёрка Жезла говорит, чтобы одержать эту победу на середине месяца, вот, решите эту вот именно вот прошлое. Хотя эта проблема в прошлом, но вы её тянетесь до сих пор, вы боитесь до сих пор, вы не уверены в себе, то, что вот может оно, то, что у вас было, она может повториться заново. Здесь, смотрите, держите эту победу, вот на середине месяца держите эту победу, потому что здесь в шаг лево, в шаг вправо, это вы можете потерять вот именно контроль. Здесь нужно вот именно держать вот это равновесие для вас. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие Водолеи, это карта Паш Кубков. А Паш Кубков говорит, научиться заново, даже любить, научиться заново, знаете, то, что даже, то, что было в прошлом, это в прошлом, это нужно оставлять в прошлом и научиться заново жить. Почему? Потому что не нужно тянуть всё, что было в прошлом. Если у вас что-то, знаете, какие-то перемены были в жизни, то они должны повториться каждый месяц или там каждый день. Нужно вот научиться заново всё это сделать в вашей жизни. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие, это, знаете, для того, чтобы вы опять вот в конец месяца не ощущали вот это именно боль, то, что вам вот именно тяжело, то, что вам не хочется ничего, что у вас это не получается даже в работе, в отношении, что здесь может быть то, что может быть в семье вот то, что у вас что-то не получается. Вы должны научиться заново всё это сделать в вашей жизни. И поэтому вы должны научиться убрать вот именно эта боль. И, конечно, упала у нас карта, и посмотрим карта совета. А почему? Карта волшебника. Карта волшебника говорит, вы мастер в своём деле, вы сам себя хозяин, вы понимаете, что вам нужно. Высшие силы говорит, даже то, что вам придётся пройти опять какие-то перемены или пройти какие-то опять какие-то испытания, вы это сможете делать. Потому что почему? Вы маг в своём деле. Вы знаете, не важно, чем вы занимаетесь, но вы знаете, как это решить. Вот здесь может быть то, что нужно будет с кем-то вот именно вот общаться, вот именно вот поговорить, вот чтобы вы не тянули вот именно ваше состояние из прошлого. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале. До новых встреч!